Украине не хватает 5 миллиардов кубометров природного газа, чтобы пережить зиму. Об этом говорят в украинском правительстве. Пока только констатируют сам факт и его причину – отсутствие компромисса с Россией по цене голубого топлива. Под вопросом и поставки из соседних европейских стран. Россия ограничила экспорт почти на 50%, чтобы заставить своих покупателей прекратить продажу газа в Украину. Чиновники в Киеве пока не видят выхода и просят Евросоюз содействовать в решении проблемы. Эксперты напоминают, в Центральной Азии еще год назад покупала газ одна из украинских финансово-промышленных групп. Через Россию брали. Россияне берут туркменский газ, смешивают со своим, а по документам он проходит с пометкой о происхождении. Они просто перепродавали газ и говорили, что это среднеазиатский газ. Они просто ему перепродавали. Столько лет практически все свободные объемы газа туркмены экспортируют в Китай. В регионе одним из крупных газодобывающих государств является Казахстан, который с года в год наращивает экспорт. Но без благословения Кремля Астана не будет продавать свой газ в Украину. Не решится и транспортировать по своей территории топлива из Туркменистана и Узбекистана. Так считают эксперты. Договариваться о поставках газа из Средней Азии можно, но добиться результата нереально. Тут можно было бы говорить о замещении, но для этого необходимо время. Схема замещения широко используется во всем мире. В случае с Казахстаном и Украиной она означала бы поставку казахстанского газа на территорию Российской Федерации и отбор таких же объемов газа Украиной на российской границе. Но для этого необходимо согласие Кремля. А его тактика сегодня состоит в создании газовой блокады для Украины. Именно российский фактор является определяющим и на рынке угля, которого в связи с войной на Донбассе теперь катастрофически не хватает Украине. Не забывайте, что сегодня казахстанский уголь под контролем России. Для нас перспективными являются рынки Южноафриканской республики и Юго-Восточной Азии, которые продают на международных рынках уголь дешевле, чем Россия. Всего 600 километров российской территории отделяет Украину от Казахстана. На прикаспийском Карачаганаке растет добыча газа, но преодолеть это расстояние такой нужный украинцам газ без согласия России не сможет. Евросоюз неоднократно призывал Москву ратифицировать энергетическую хартию и дать равный доступ к своим газопроводам всем владельцам ресурсов. Но Кремль продолжает размахивать газовой дубинкой, требуя покорности от соседей.